Как замедление второй по объему экономики в мире повлияет на нефтяные цены Газета РБК Как замедление второй по объему экономики в мире повлияет на нефтяные цены Александр Ратников Полночь 25-22 января 2015 года Фото Фото 20 января Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в 2014 году ВВП страны вырос на 7,4% Это самый слабый показатель с 1990 года Вскоре после публикации статистических данных стоимость барреля нефти Brent снизилась на 1% Инвесторы отреагировали на замедление китайской экономики Оно может оказаться важнейшим фактором, препятствующим восстановлению нефтяных цен По итогам 2014 года важнейшими тенденциями, толкавшими цены на нефть вниз Были сланцевая революция в США и сопутствующий ей переизбыток предложения В будущем стоимость нефти, скорее всего, будет оставаться на низком уровне Из-за ситуации на другой стороне рыночного управления, на стороне спроса Он всеактивнее перемещается во вторую крупнейшую экономику мира Еще в 2013 году Китай начал обходить США по объемам импорта сырой нефти Эта тенденция продолжилась и в прошлом году Значительную роль Китая в нефтяном ценообразовании отмечали аналитики французского банка По их оценке, которую приводят Интеграция страны в систему мировой торговли Кульминация которой наступила в 2001 году во время вступления во Всемирную торговую организацию Стала одним из факторов роста стоимости нефти с 20 долларов до 100 долларов за баррель В 2015 году Китай еще плотнее вовлечен в мировую экономику и торговлю Таким образом, любое снижение темпов роста китайского ВВП замедлит рост спроса на ресурсы Включая сырую нефть и продукты ее переработки Торможение гиганта замедления китайской экономики прогнозировалось экспертами на протяжении многих лет У ведущих нефтяных экспортеров и отраслевых организаций, ОПЕК и Международного энергетического агентства, МЭО, в их средней и долгосрочных прогнозах уже учитывается снижение роста китайского ВВП Например, в мировом нефтяном прогнозе 2014 World Oil Outlook К 2014, картель точно предположил, что в 2014 году китайская экономика вырастет на 7,4% В 2015-2016 годах ее рост составит 7,2%, а к 2019 году снизится до 6,8% Спрос на нефть со стороны Китая в ближайшие годы останется на неизменном уровне ОПЕК предполагает, что в 2015 году он составит 10,7 млн бар В сутки, а еще через 4 года увеличится лишь на 1,5 млн бар В сутки В своем январском прогнозе 2015 года по спросу на сырую нефть другая профильная международная организация, МЭО, признала, что снижение спроса на нефть из-за замедления мировой экономики стало важным фактором, толкавшим нефтяные цены вниз В этом году спрос на нефть вырастет не более чем на 900 тысяч бар в сутки Такой же прогноз МЭО давала в декабре прошлого года В 2013-2014 годах основное внимание аналитиков нефтегазового рынка было привлечено к сланцевой революции США На фоне событий в западном полушарии ситуация в Китае отошла на второй план Однако в самом конце прошлого года, в начале 2015 года резко подешевевший баррель Brent заставил экспертное сообщество внимательнее присмотреться к скрытым причинам возможной эпохи дешевой нефти В отличие от международных организаций отдельные эксперты куда свободнее в своих оценках влияние Китая на нефтяные цены Наиболее последовательное влияние спроса на нефтяные цены в конце прошлого года исследовал профессор Бауэрского бизнес-колледжа Крейг Пирунг В своем блоге он утверждает, что на нефтяном рынке во второй половине 2014 года не было перепроизводства Рост добычи в США сопровождался перебоями с поставками изливей и снижением нефтедобычи в Мексике В этих условиях падение цен на нефть может объясняться только снижающимся спросом, особенно в Китае В доказательство этой версии Пирунг приводят данные по другим видам сырья, железной руде и меди Первая за прошлый год подешевела почти на 50%, а вторая потеряла 15% с июня Другие специалисты считают замедление китайской экономики лишь последствием глобального процесса ее перестройки Сейчас модель экономики КНР находится в процессе коренных перемен от экстенсивного и экспортно-ориентированного к интенсивному, основанному на услугах и обслуживании внутреннего спроса Об этом открыто заявляют как высшие китайские официальные лица, так и государственные СМИ Новые принципы китайской экономики не будут способствовать росту спроса на нефть Они предполагают основные затраты в наукаемких отраслях, малозависимых от топлива Наконец, у КНР просто нет преемника минус страны или региона, который мог бы взвинтить спрос на сырую нефть, а вместе с ними цены Новая нормальность минус термин, придуманный в 2010 году для характеристики постнекризисного мира, который будет отличаться низкими темпами экономического роста, минус вполне применимы к сырьевым рынкам Удачное совпадение Китай, один из основных бенефициаров падения цен на нефть По оценкам МВФ, снижение нефтяных цен позволит КНР увеличить свой ВВП в этом году на 0,4-0,7 ПП, а в следующем, на 0,5-0,9 ПП аналитики Банк Америка Мэрил Линч Полагают, что на каждое 10-процентное снижение стоимости нефти ВВП Китая увеличивается на 0,15% Низкие цены на нефть помогут Китаю не допустить обывального падения экономического роста, благодаря которому в стране и создается средний класс Дешевая нефть, как пишет The Wall Street Journal Поможет оживить рост китайской промышленности Но в ближайшие годы это вряд ли поможет радикально нарастить нефтяное потребление, а значит, и повысить нефтяные цены Автор статьи, Александр Ратников